Всем добрый день! Сегодня с вами снова я Елена и сегодня хочу поделиться рецептом торта без выпечки. Эклерчик. У меня есть полкило эклеров. Постараемся сейчас его приготовить быстро, но будет он очень вкусный. Итак, у меня две пачки желатина. Желатин по 15 грамм. Я высыпаю в отдельную емкость две пачки, то есть понадобится 30 грамм. Как обычно, все пропорции будут под видео. Здесь у меня в кастрюльке 550 миллилитров молока. Значит, немножко грамм 50 молока я сейчас заливаю желатин. Пусть он стоит и набухает. А остальное молочко я буду ставить на огонь для закипания. Молоко ставлю и буду делать крем. Желатин я так размешала, чтобы он не осел на дно. Теперь беру два яйца. Разбиваю. Добавляю 100 грамм сахара. Разбалтываем яйцо с сахаром. И добавляю одну столовую ложку с горкой крахмала. Можно кукурузный, можно картофельный. И еще раз все это перемешиваем. Немного ванилина. Молоко у меня почти закипело. Я немножечко, а так один половничек, добавлю в яичную смесь, чтобы яйцо тоже чуть-чуть прогрелось. Так размешаю. Сейчас у меня молоко будет закипать. И яичную смесь будем вливать в кастрюлю. Теперь тонкой струйкой вливаем кипящее молоко и завариваем. До загущения крема. От крема не отходите и все время помешивайте. Вот он у вас на глазах уже густеет. Все. И выключаем. Кастрюлю я отставила. Пусть она немножко остынет, чтобы желатин мы добавляли не сразу в кипяток, а чуть крем пусть остынет. А я пока приготовлю форму. Я приготовила форму и застелила ее тонкой пленкой пищевой. Теперь желатин буду добавлять в будущий крем. Размешиваем и даем крему остыть. Я крем выносила на улицу. Он остыл, но слегка-слегка теплый. Теперь форму, как я сказала, застелила пленкой, чтобы легче было нам потом вытаскивать. На дно сейчас налью немного крема. И буду укладывать наши вкусные, у меня белковые, эклерчики. Форму взяла небольшую, постараюсь компактно их уложить. И проливаю крем. Теперь даем нашим эклером застыть, чтобы крем застыл. А сверху, через часа 4, когда он застынет, я приготовлю еще шоколад. Уношу в холодильник. Теперь осталось приготовить глазурь. 50 миллилитров молочка. Я добавлю плитку шоколада и немножко сливочного масла. Ну, грамм 30-40. И теперь шоколад с молоком можно растопить в микроволновке на невысокой температуре, либо на водяной бане. Так, чтобы у нас получилась шоколадная глазурь. Достала из холодильника торт. Он уже застыл. Видите, держится хорошо. Теперь шоколадную глазурь. Шоколад, конечно, берите вкусный, вами любимый. И снова поставим в холодильник, чтобы глазурь тоже застыла. Если хотите, поверх глазури можно чем-то даже и украсить. Смотрите, как красиво он смотрится. Кстати, затраты мне на него обошлись 550 рублей. Ну, это, конечно, в зависимости от стоимости эклеров вашей продукции. И приготовила я его буквально за 30 минут. Ну, не считая время на застывание. Торт застыл. Смотрите, какой он чудесный. Он просто великолепный, шоколадный, белый, воздушный. Кстати, для вас я его специально взвесила. Вес торта составил 1,3 кг. Так что считайте, выгодно, невыгодно. Стоит такой торт готовить. Но поверьте, он будет очень вкусный. Я думаю, эклеры все любят. Пишите, какие эклеры вы любите. Масляные или белковые. Смотрите, какая красота. Но он не только чудесный. Поверьте, он очень-очень вкусный. Так что, такой торт приготовит, ну, думаю, даже подросток или мужчина своей любимой девушки к 8 марта. Дорогие мужчины, готовьте. Ну, и не только мужчины. В общем, пробуйте, готовьте. Всем, кому понравился такой несложный рецепт, если не жалко, поставьте лайк. Кто не подписан, подписывайтесь. Я делюсь простыми домашними рецептами. Ну, и как обычно, мои любимые. Приходите завтра.